Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Лёлике-Болике и пропащем мужчине Александре. Пропасть уже найдено, спектакль окончен. Я вообще не понимаю, зачем это нужно было разыгрывать, если Саша все время сидел под бочком. Ах, ну да, как же тогда можно было играть себя? Я такая жертва, я такая жертва, я так устала, упахалась, упорхалась, и силушек моих больше ни на что не хватает. То есть, простите, Саша сидел возле твоей задницы ровно. Тогда, получается, все эти покосы, колочение понтов, как Лёля, сама там упахивается. Все, это был, конечно же, театр и постановка. Для вот этих вот недалеких зрителей, которые это все заглатывают и прожевывают. И, конечно же, на этом все базировалось Лёлькино попрошайничество. А теперь, когда все ближе и ближе поездка на морюшко, Саша найден. Да не просто найден, а в кадре с обнимашечками, целовашечками. Ребята, ну такая умилительная картинка, ми-ми-ми. Мне так и хотелось сказать Оскара в студию этой богини. Именно богини, ребята, и никак иначе. Ведь именно так себя Лёля видит со стороны. А хомяки, так это вообще, ребята, пошли просто еще дальше. Когда я написала женщину в чате, кто знает украинскую эту песню, тот знает. Сибабы як бабы, а ты королева. И вот ей это написали на русском языке. Я ужаснулась при дуре этих каких-то пришарахнутых. Ребята, еле выговорила, короче. То есть представьте, ты женщина признаешь, что ты баба, а Лёля королева. Ребята, вот кем надо быть, как нужно себя унизить и замесить, чтобы вот такое вот сказать другой женщине. То есть ты не что, ты просто какая-то баба. Вот представьте, женщина себя характеризовала, я баба как баба, а ты королева. Мне тогда страшно представить, как выглядит эта баба. Полнейшая, ребята, дичь. Но, кстати, да, вот действительно хомяки, они рады стараться друг перед дружкой выслужиться, вылезать Лёльку по полной и нахвалить. И шикарная женщина, и красивая женщина, и королева. Ребята, вот действительно, где Лёлька может еще так поднять свою самооценку, как, конечно же, не среди своих хомяков. Опять-таки, вы прекрасно знаете, что я тот человек, который никогда не проходится по внешности. Если кто-то из блогеров не позволяет себе проходиться по внешности кого-то другого, тогда уж и я могу открыть свой рот. Но вот здесь возникает вопрос, что не так у этих людей с глазомером? Лёля обычная среднестатистическая баба. Вот действительно, в ней нет никакой изюминки, никакого лоска. Вот бывает, да, женщина, допустим, не настолько яркая по своей природе, но есть какой-то изюм, да, вот смотришь, какая-то изюминка в ней, и не можешь оторвать в глаз. Вот она харизматичная, она яркая, она вот себя умеет преподнести, преподать. Но вот настоящая женщина, это действительно свойства, которые присущи только настоящей женщине, уверенной в себе, знающей себе цену. И где там рядом Лёля стояла? Ребята, ну где? Кстати, обратила вот отдельное внимание на то, как постоянные вот эти стоны, жалобы на это житие, бытие моё, как мне плохо и тяжело, какая я упаханная, вы попробуйте, 10 детей, а вот даже моя помощница сказала, что ещё два помощника нужно, а там ещё и у меня хозяйство, ещё ж я его расширять-то планирую, когда-нибудь в следующей жизни, а может быть и в это, если вы хомяки дадите. И вот возникает вопрос, а интересно, когда-нибудь она умеет вот просто быть счастливой, просто вот, да, наслаждаться мгновением, моментом, жизнью, вот просто наслаждаться, получать кайф. Но вот согласитесь, ребята, это не жизнь, когда человек себя довёл до такого состояния, это опять-таки с её слов, загнал себя в такие рамки, в такое положение, что ты рассказываешь, что тебе нужно пахать как двум лошадям и крутиться как трем белкам в колесе. Возникает вопрос, зачем было загонять себя в такие рамки и ставить себя в такое стойло. То есть, по большому счёту, нет шанса и возможности просто вот наслаждаться тем, что ты имеешь. Вот этими моментами счастья, да, которые идут мимо тебя, потому что всё зациклено на том, чтобы наснимать роликов, придумать какой-нибудь очередной извращённый контент, насыпать в этот контент перца. Почему? Потому что все прекрасно понимают, что хомяки Лёлины не одолевают эти просмотры. Они не могут ей обеспечить просмотры такие, которые ей в состоянии обеспечить хейтеры. И вот представьте, нужно насыпать перца, то есть придумать, вечером выйти в стрим и клянчить. И вот когда, да, в этом беге, в этих вечных покатушках, в этих вечных, да, хлопотах, когда в это время есть время просто пожить, пожить для себя и кайфануть, ведь жизнь настолько скоротечна. Но Лёлька, ребята, походу даже не знает, что такое настоящее полноценное счастье. Она почему-то считала, что чем больше она будет своему мужу давать и рожать детей, тем больше она будет счастливой и полноценной. Но нет. Вот действительно, она настолько пустая, она настолько обезображена внутри, потому что она не знает, что такое счастье, любовь. Когда, да, муж на тебя смотрит спустя года, и он от тебя кайфует. Он кайфует сделать тебе каждое утро чашку кофе и принести её в постель. То есть вот такие какие-то мелочи она не понимает. Это действительно лошадь, которая впряглась в это ермо, да, в это тягло, и его тянет. Она просто по ходу, по жизни не ожидала, что именно вот так у неё всё это будет, и вот так всё это у неё сложится. И опять-таки, когда она постоянно говорит о своём выгорании, ребята, вы меня знаете уже, да, более двух лет. Вы знаете по основному каналу мужа, пока он как бы, да, функционировал. Кстати, там прилетают по нему вопросы. Ребята, мы временно ограничили к нему доступ, и я думаю, что со временем, да, как бы канал возобновит свою работу, но не здесь, не сейчас. Это как бы была просьба Саши моего ограничить доступ к каналу, что я как бы и сделала. Вот, и вопрос весь в чём. Вы меня знаете два с половиной года. Вы хоть раз слышали фразу за какое-то эмоциональное выгорание? Нет. И я не встречала вот у меня друзья, подруги. Я со многими девчонками в личке общаюсь с Ютуба, с очень многими. У меня появились друзья с Ютуба, настоящие вот подруги. Мы практически каждый день на телефоне. Ребята, я ни от одной женщины не слышала ни о каком эмоциональном выгорании. И когда Лёля о нём говорит, я понимаю, тут два варианта. Либо она хайпажурит, либо она настолько несчастна, что она постоянно живёт в этом эмоциональном выгорании, потому что не умеет радоваться и наслаждаться собственной жизнью. И вот так это по факту и работает, и происходит. И вот это как не умереть под тяжестью этих проблем. Лёль-то сама себе создала эти проблемы. Одной жопой на двух стульях не усидишь. Здесь либо надо детьми заниматься, либо заниматься хозяйством. Кстати, я так понимаю, что Саша вот теперь появился, и Лёле, по идее, должно теоретически стать намного легче. Всё-таки Саша должен не Веронике задницу подтирать, а бегать пахать, как мужик на хозяйстве, а не Лёлиных детей развлекалочку им устраивать. И, кстати, Лёля, у тебя уже достаточно немного осталось собрать на сено. Вроде как, по идее, Саша-то был не рядом с тобой, а на заработках. Не хочет ли он принять активное участие в кормлении твоих коров и закрыть остаток по сену? Ну, а почему нет? В своё время Лёля выпроводила Женю пинком под зад именно для того, чтобы больше жалели и больше давали. Теперь пришла, я так думаю, очередь Саши тоже в этом как-то поучаствовать. Его скрыли на неопределённое время, чтобы хомяки активнее давали одинокой маме. А теперь он появился. Пусть тоже внесёт свою лепту. Не только же хомякам корячится. Ну и опять-таки, конечно, ребята, Лёлька, как всегда, вся в мечтах. Вся в мечтах, вся в надеждах. На кого она только не надеется. И на Боженьку, и на себя, и, конечно, на собственных хомяков. Теперь её мечты и надежды все связаны с Ютубом. Всё-таки она надеется, что Ютуб не закроют, потому что без Ютуба, понятно, Лёльке вообще трындец пристанет. Приснится, вернее. После трындеца, если не станет Ютуб, оно реально пойдёт по церкви, я не знаю, под всех, расставит своих детей, сама где-нибудь станет с протянутой рукой. И будет там хомяков встречать с распростёртыми объятиями и собирать дань. И, опять-таки, представляете, ребята, ощущение, когда ты с грязи вылез в князи, да, вот шло бабло, а теперь обратно опустился в грязь. Лёля, ну вот такая у тебя карма. Ну а что тут можно поделать? Как это бабло пришло, вот так же оно и ушло. Потому что не заработаны законы природы. Ну и, опять-таки, ребята, на чём же на самом деле у Лёли надежда? Что Ютуб останется, монетизация вернётся, появятся суперпокупатели на её продукцию и будет колоссальный спрос, и заживёт она, наконец-то, как белый человек. Лёля, это ты себя успокаиваешь? Или своих хомяков, что с того момента, как ты заживёшь, как белый человек, ты, наконец-то, начнёшь их обдирать, как липкие, закончишь, вернее, обдирать их, как липкие. И они, наконец-то, тоже заживут нормальной жизнью, как белые люди. Ну а дальше, ребята, Быкова перешла к сравнениям. Почему-то всегда она себя сравнивает с неблагополучными, какими-то полуопущенными, многодетными семьями. Лёля сама является антиподом многодетной семьи. Потому что, ребята, понимая Лёлю, вот глядя на неё, я понимаю, что многодетство, это вот точно не моё. И хорошо, что я, допустим, на такие шаги со своей семьёй, со своим мужем, со своими детьми не решилась. Но есть очень достойные многодетные мамы, которые смотришь, и работа спорится. Весь этот как-то движ интересно смотрится. Ты смотришь на вот эти глобальные приготовления, эти кастрюли, сковородки, мыски, я не знаю, подносы, заполненные едой. Блин, это классно, здорово. Ну вот смотришь на них, и понимаешь, с другой стороны, как это классно. Большая дружная семья за одним столом. Но вот реально, ребята, от такой картинки умиляешься и кайфуешь. И смотришь на такую, как Лёля. И думаешь, да не, ну блин, ну его нафиг. И когда Лёля начинает себя сравнивать с такими опущенными, какими-то маргиналами, понятно, на их фоне она выглядит ого-го. Ну то есть, согласитесь, сравнить какую-то алкашню, которая действительно ради бабок сношается и размножается, и Лёля. Лёля, конечно, выигрывает. Ну, например, сравнить её с такими, как Фурсо, Многодеточка, ребята, и рядом не стояла. Поэтому Лёле, конечно, очень выгодно себя сравнивать с вот такими вот полуопущенными, а не с достойными многодетными семьями на Ютубе. Кстати, есть ещё одна многодетная семья, вот раза четыре я просматривала канал, не помню, как называется, по-моему, 11 кушают, как-то вот так. Там тоже, ребята, по-моему, или 9, или 11 детей, прикольно за этим наблюдать. То есть, вот этот стол накрытый, ну, шикарно выглядит. И, конечно, Лёля понимает прекрасно, что сравнивать себя надо только с вот такими опущенными, потому что под стать другим семьям она капитально проигрывает. Но, опять-таки, ребята, как нужно себя не уважать, чтобы себя сравнить с подобным контингентом. То есть, у меня, например, никогда бы мыслей не хватило сравнить свою семью с какой-нибудь семьёй маргиналов. А зачем это вообще сравнивать, если мы два разных полюса? Но Лёля, опять-таки, сравнивает себя именно с такими, потому что среди них, именно среди них она и чувствует себя королевой. До других ей просто как пешком до Америки. Не дойти никогда. Ну, а может быть, в следующей жизни. Ну, и дальше понеслось. Я без вашей помощи не справлюсь. И, если честно, мне даже страшно, страшно, что раньше она, Лёля, рассчитывала только на себя и на Бога, а теперь приходится привыкать и надеяться не на себя. Ребята, это жесть. Лёля, если же ты раньше надеялась только на Бога, только на себя, почему же ты четыре года усиленно продолжаешь просить? И опять-таки, ребята, да, вот как говорят, на Бога надейся, а сам не плашай. Что ты сделала для того, чтобы у тебя были какие-то доходы? Ну, и дальше, ребята, конечно, перешли к теме внешнего вида Лёли, на что она опять сказала, что нет, рамок приличия на Ютубе, а она еще очень прилична. Это типа ответочка, ребята, хейтерам за весь тот негатив, который они ей пишут. Ну, и у меня возникает вопрос, опять-таки, а хомяки-то при чем? Хомяки, Лёля, они же тебя в первую очередь наблюдают. Ты же их в шок и в ступор приводишь. Мы-то, хейтеры, поржали, посмеялись, пальцем у виска покрутили и пошли по жизни дальше. А им, как это пережить, иллюзия идеально многодетной мамы, семьи, православной верующей женщины тает на глазах. Им нужна какая-то соломинка, шанс уверовать, что ты все-таки совершенно другая. Ну, дай ты им этот шанс. Они-то у тебя послушные, исполнительные, ручные практически. Вот, бывает, берешь дикого хомячка, да, он тебе шмяк за палец и трындец. А эти-то совершенно не такие. Они приручены по полной. Лёля, ты им команды уже можешь давать к выполнению, задачи оставить, и они их будут выполнять. Сколько уже твоих задач выполнили именно хомяки? А ты вот так вот с ними поступаешь. Вот как им теперь это развидеть и как им теперь вот это пережить? И с этого момента, ребята, я четко поняла, что Лёлька начинает полноценно работать на хейтеров. Она пошла с позиции «Хватит мне быть хорошей». Я хорошая, вы ни хрена не смотрите. Денег я с этого не заработаю. Поэтому теперь идет абсолютно, я уверена, контент для хейтеров. Для того, чтобы поднять просмотры и конкретно начинать зарабатывать. Хватит. Лёля уже выдохлась. Вот эти слезы, сопли наматывают. Теперь мы увидим ту Лёльку, которая есть на самом деле. Ну и дальше, ребята, конечно, рассказала всем нам, что пока она жила с Женей, боялась, знала, что сейчас прилетит, успевала практически всё и многое делала в два раза больше. Лёля, так в чём проблема? Нужно срочно себя мобилизировать опять, как ты была мобилизирована при Жене, поэтому его нужно вернуть в родные пенаты. Срочно с Женей домой и будешь опять, как и пчёлка-труженица, трудиться, и всё абсолютно везде успевать. И не просто успевать, а в два раза больше выполнять, потому что будешь полностью мобилизирована. Ну а дальше, ребята, пошли вот эти разговоры о предположительной беременности Лёли Каболика. Оказывается, она уже с переляку и тесты о беременности делает. Циклы нарушены, циклы какие-то нетипичные и необычные. Лёля ей подташнивает, и голова кружится, и сознание там девочка чуть ли не теряет. Короче, делает тесты на беременности, хотя в принципе знают, что они отрицательные, но всё равно делают. Лёля, а как же жизненная креда? Без замужества ни-ни, гражданский брах это грех, не за это ли ты, дамочка, буквально ещё 3 месяца топила и осуждала тех, которые живут в гражданском браке, как ты их уничтожительно называла сожителей и рассказывала, что для пристойной женщины приличной, порядочной это просто недопустимо. Вы не уважаете себя, если вы позволяете своему спутнику не сделать вам официальное предложение оснашаться и жить с вами так. А Лёлечка, а ты, мало того, это же такой страшный грех, ну как же ты до этого опять допустила. И вот эти моменты, когда ляпнула за тесты беременности, а тут сполошилось, что всё-таки секс-то типа без свадьбы быть не должно, это же грех, а её же там православные дамочки поглядывают. И Лёлька начала переключаться и рассказывать о том, что конечно же этого быть не могло. Ребят, простите, у меня возникает вопрос, если я знаю, что у меня этого быть не может, как бы меня не подташнило, то есть если я скажу вещи своими именами, у меня контент 18+, ограничения стоят. Если я знаю, что я не спала с человеком, у меня не было с ним секса, интима, я с ним не лежала в одной кровати, то зачем мне тесты на беременность? Даже если у меня изменится самочувствие, внутреннее состояние, я это буду грешить, я не знаю, на погоду, смену климата, не знаю, там, солнечное затмение какое-то, на крайняк пойду к специалистам, ну не на крайняк, пойду к медикам узнать, в чём причина моего самочувствия, но я явно не побегу делать тесты на беременность. Поэтому то, что следовало доказать, кто мог поверить в то, что Лёля будет с чуваком ходить просто за ручки, обнимашки, целовашки, но при этом без секса. Так вот, Лёля, опять-таки перед тем, как ты кого-то засираешь, кого-то, да, оскверняешь этим, вот так вот унижаешь, что это недостойно, посмотри на себя, достойная ты наша. И опять-таки, вот здесь, ребята, такой ещё интересный момент, как Лёлька всегда вещает о том, что наши дети нас понимают только глазами. То есть они не слышат нас, а видят нас, да, Лёля, твои детки тебя видят. Вот ты очень достойный пример многомамки. И сожители хохольков твоих видят, и как мамка себя распущена и разнузданно вот так вот развязанно ведёт на просторах Ютуба, твои дети всё видят. И мать по беруху очень достойный пример. Ну и дальше, конечно же, опять перешло к тому, что Ютуб – это её работа. У меня возникает вопрос, если ты вот в таком виде полуобнажённом сидишь на Ютубе, ты к коровам что, вообще голяка ходишь? Это только для нас? Одеваешься, да, так сказать, у тебя единение с природой голяком? Но, ребята, если человек выходит полуобнажённый на работу, значит, в таком же виде, а если ещё не похлеще, она ходит к своим коровам. То есть меня шокировало, что тётка сказала, я могу проснуться и в ночнушке почешировать в коровник. Думаю, ну это явно не все вальты в колоде. А тут я понимаю, что ночнушка – Лёльке. Ну и дальше, ребята, Лёлька очень радовалась тому, что хейтеры за стрим прислали целых 10 копеек. Кто помнит старый давний стюб, сейчас посмеётся. Кто не помнит, с ним познакомятся. Лёлька, прислали 10 копеек, оцени себя и дай сдачу. Ну а дальше, ребята, началась вообще круть. Лёлька типа приспустила полотенце и показала нам свою душу. Но хорошо, что ниже всё-таки не опустила. Лёлька, а каково это твоим дружбанам смотреть? Каково это ему сосули воспринимать? Мало того, у сосули, что и друзья есть, и родня есть. Он же с многодетной семьи. Как ты после этого поедешь знакомиться с потенциальной роднёй? И я уже представляю, какое мнение тебе они состряпали. Ну и дальше, ребята, Лёлька начала возмущаться по поводу того, что ей написали, что в 16 лет родить – это шлюха. И тут же она начала возмущаться, а в 16 лет предохраняться – это не шлюха. Ну, во-первых, я хочу сказать, что если предохраняются, значит, голова работает. И, Лёля, когда ты опять-таки поднимаешь такие глобальные темы, девушка – девушке рознь. То есть, можно, да, в 16 лет заниматься сексом со своим сверстником, а можно влезть на взрослого, зрелого мужика, на то, что у 16-летней девочки просто мозг не сработает, что со взрослым, зрелым дядечкой, который в папы годится, можно заниматься сексом. Поэтому тут уместно не шлюха, а извращенка. Извращенка, извращенка и еще раз извращенка. Потому что это нездоровая тяга к таким зрелым мужчинам возрастным в таком-то раннем возрасте. То есть, согласитесь, ребята, я увидела ее мужа. Если бы там в его года стоял какой-то накачанный, красивый, яркий мужик, ну, там было бы понятно. Стоял обычный среднестатистический мужчина. И именно он вызвал желание у 15-летней или 16-летней девочки. Поэтому, Лёля, ты не шлюха, ты просто извращенка. И опять-таки, Лёлька, за то, что ты осуждаешь, что кто-то в 16 лет предохраняется, если бы ты умела делать, возможно, не оказалась бы сейчас такой патовой и жоповой ситуации, в которой ты и оказалась. Ну и, конечно, рассказала, ребята, как сейчас опять загнала себя в жопу, в кабалу, в болото, и вот ее затягивать. Ей сейчас очень срочно нужно закрыть автокредит, чтобы снова выбраться на поверхность. И опять, что ее жизнь как на качелях, то вверх, то вниз. Короче, бедная Лёлька никогда не может вылезти с этой жопы. Лёля, ты с нее и не вылезешь, потому что ты не хочешь с нее вылазить. Тебе в этой жопе очень комфортно. Очень комфортно и удобно, потому что для того, чтобы вылезти с жопы, нужно брать за свои действия ответственность на себя, за свои кредиты, за свой неудавшийся бизнес. И тогда нужно просто очнуться, проснуться и, знаете, разбудить своих хомяков. То есть признать, что это невыгодно, я это продаю. Это невыгодно, у меня не получается, я от этого избавляюсь. То есть реально посмотреть на все глазами. Но ты к этому не готова, а твои хомяки уж тем более. Ну, ребята, вот такой получился обзор. Продолжение, конечно, следует. А пока со всеми прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok